Сегодня в Северном Артеке стартовала областная профильная смена военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021» в рамках программы «Губернаторский лагерь». Управление Росгвардии по Магаданской области совместно с Министерством образования Магаданской области решили провести профильную смену военно-патриотической направленности «Снежный десант» в честь юбилея войск 210-й годовщины со дня образования войск Национальной гвардии. Мы надеемся, что ребята покажут хорошую физическую форму, достойно будут соревноваться, ну и как в итоге это мероприятие им поможет в будущем, ну как защитникам Отечества то же самое. На официальной части открытия спортивных состязаний, приуроченных к юбилею Национальной гвардии, заместитель председателя Магаданской областной думы Эдуард Козлов наградил медалью за ратную доблесть майора Дмитрия Богданова. Также участники торжественно поприветствовали на Магаданской земле делегацию Крымского Артека, с которым активно сотрудничает Северный Артек в рамках губернаторского лагеря. Гостей одарили брендированными подарками от Колымского учреждения. Мы взаимодействуем на протяжении уже почти трех лет с субъектами Российской Федерации по реализации проекта «Губернаторский лагерь». Это первый регион и первый лагерь, который имеет свою историю, причем достаточно богатую историю. Мы почти ровесники даже, можно так сказать. И этот лагерь, который не хочет потерять свою самобытность. И это очень здорово, и для нас это очень ценно, что ваш регион хочет, чтобы мы добавили ваши программы. Потому что программы, которые сейчас есть, они замечательные. Их действительно нужно добавлять какими-то новыми компонентами, новым содержанием. Но ни в коем случае не создавать полностью артековские, потому что у вас своя богатая история и традиции, и методическая база. Южная делегация с теплом отметила уникальность красот магаданской природы, а также обратила внимание на доброту и силу духа колымчан. После официальной части мероприятия у участников ожидают спортивные соревнования военно-патриотической направленности. Мы здесь сотрудничаем с тематическими партнерами. Прежде всего, это сама Росгвардия, это департамент физкультуры и спорта. И в основном все мероприятия, которые будут посвящены, это мероприятия, связанные либо с военной подготовкой, либо со спортивными достижениями школьников и студентов. У нас представлено здесь 14 команд. В каждой команде у нас по 8 человек. Поэтому на протяжении трех дней школьники и студенты будут как раз состязаться в разных состязаниях и будут подведены итоги. Определен абсолютный победитель. Мы планируем, что абсолютный победитель будет направлен на всероссийские уровни. Торжественная часть подошла к концу. Теперь участникам предстоит соревноваться в таких видах спорта, как лыжная гонка, армрестлинг, разборка-сборка автомата, соревнования по полевой стрельбе и силовая подготовка.